Давай посмотрим, куда идет этот автобус. Ну вообще, ну вот это вот утро у меня. В бомбийском автобусе. Отлично. Отлично. Какие-нибудь билетики разноцветные. Проезжаем опять, это кофе-дэй. Два билета, говорит. Куда не знаем? Куда не знаю. Ой, сколько тут такси-то едет. Что, мы не такси, в Бомбей? Да, я. 20 рупий? Мы едем 1-2 километра. 20 рупий. Здесь зависит от расстояния стоимости. Сейчас, говорит, пусто. После 10, говорит, в автобус не влезть. Это музей. Я, говорит, тебя туда отведу, в этот музей. Хорошо. Махраджа, Весту. А, да, он встретил свою первую жену в этом музее. Ну, тогда последнюю обязательно надо привезти. You have to bring last wife to this museum. And put it, поставить точку. Сайрам. На этих женах уже хватит уже. От перемен и мест слагаемых сумма не меняется. Что за коняшка? Это тоже арт-галерея. За нами, говорит, очень известная художественная галерея. И вот этот райончик называют флора-фонтейн. Фонтана. Флоры. Там говорит фонтан. Ну, чего, уже какой-то час пик начинается. What time now? Сейчас восемь часов пять минут. Как мне нравятся такие дома. Здорово. Но она привязана. Ой, какая красота. Бьютикл. Это государственное здание какое-то. Ну, правда. Амла, да? Это Амла, да, наверное? Его закрыла. Или не Амла. Как дерево-то называется. Похоже на Амлу. Ой, прям Биг Бен. Какие часы. Какая красота-то. Бьютикл. Ну, вообще. Вот там большой парк. Люди там вот играют. Смотрите, смотрите, какая. Это все было построено во времена правления британского. Очень красиво. Очень красиво. И следующее здание. Тоже в таком же стиле. Такая-такая-то частично ботика. Они прямо рядом, эти два таких потрясающих здания. Это государственное. Вон там колонны Ашоки нарисованы. Значит, понятно, на всех. Это хай-код, джадж. Это высший суд тут у них. Человеческий. Верховный суд, короче говоря. Высший-то это уже потом выше будет. А, телеграф. Вот это вот здание для угла. Было раньше телеграфом. Раньше не было сотовых телефонов. Домашних тоже не у всех было. И вот тут вот по полчаса мы ждали, чтобы позвонить в другие страны. Здесь очень многие иностранцы приходили. Выжидали, чтобы позвонить своим родственникам. Что у них все в порядке. И они добрались до прекрасного Бомбея. Мумбая. Вот оно, это здание. Мы проезжаем. А вот там фонтан. Вот тот хлора фонтейн. Да. Я, говорит, тебя везде приведу. Я ему говорила, что я не хочу никаких... Особо, да, материальных подарков на день рождения. Но я хочу посетить вот... Вообще путешествиями. Я беру борзыми щенками. Я беру путешествиями. И если есть выбор вложиться в путешествие или в очередное колечко там, или в подвеску, смотрите, смотрите, как они едут. Мама дорогая. То, конечно, я прошу путешествий. Я прошу впечатлений. Вот это да. Им нравится, говорит. Ну и это же еще и бесплатно. Какая-то разноска, видимо. Очень старое здание британского правления. Прекрасное, прекрасное здание. Ну, вот это, видимо, уже поновее. Классика такая. Он говорит... Да, он говорит, мы когда-нибудь приедем, поживем один-два года здесь. Но не сейчас. Но мне еще надо посмотреть, понравится ли мне энергетика большого города. Я все-таки считаю, что если жить в большом городе, я теряю в энергетике. Значит, я должна приобрести в чем-то больше. Значит, в материальном. Значит, я должна быть здесь больше зарабатывать. Скоро, говорит, мы уже выйдем. И вот еще один большой парк. Это называется Аджад Махан. Мадан. Майдан. А, Майдан, ну, это площадь у них. Майдан называется площадь. Похинди Майдан, значит, площадь. Пошли, все, пошли. Ух, чуть не улетела. Что-то, да, что-то, что-то я лучше присяду. Нет, вы вначале откройте и остановитесь. Тогда я выйду. Он останавливаться не хочет. Ты посмотри, какой жук, а. Остановите немножко. Как-то вы все очень-очень на ходу. Спасибо. А это Виктория Стейшн. Откуда мы приехали. Только мы приехали с другой стороны этой станции. Вот это да. Сколько их там? Вся машина забита людьми, что ли? И внутри люди. Да, все прямо идут и перекрыли дорогу, как бульдозер. Растянули. Двухэтажный автобус. Смотрите-ка. Пустая земля. Тут, наверное, темпл. Но? Был. Ну, видимо, тоже, наверное, судятся. Говорит, это очень дорогая земля в центре Бомбея. Я, говорит, удивляюсь, что мафия еще не отняла эту землю. Может, и отняла. И прикопала хозяина где-нибудь. Или в океан кинула. Побежали, говорит, наш зеленый свет. Давай, давай. С удовольствием. Вот это? Здесь Виктория Стейшн. Мы-то приехали в такую скромненькую. Посмотрите, какая она потрясающая. Железнодорожный вокзал Виктория Стейшн. А это государственный офис. Это здание показывают во многих фильмах. Когда герой приезжает первый раз начинать зарабатывать деньги, он приезжает сюда. А потом пойдет в Гейт Индия. Мама, папа, мать ее. А я занята. Вот такая одна камера, другая камера. А это будут продавать журналы и газеты. Как же без йоги. Боже, боже, какой ты смелый человек. Держись. 75. Катюшка, тебе привет от бомбейских котов. Видишь, здесь тоже о них заботятся. Денежку положил 5 рублей. Кот на хозяйстве. Держи деньги, храни, не раздавай, не разбазаривай никому. Ищи новых покупателей. I tell cat, save money. Don't spend. Да, для хозяина. Сохрани. Боже, как красиво. Вот это все, все. И дальше Виктория Стейшн. Железнодорожная станция Виктория. Обалдеть. Сказать честно, у меня первое впечатление от бомбея очень хорошее. Очень, очень. Мне так понравилось. Особенно по сравнению с Чинаем, например. Меня бомбей приятно впечатлил. Чинаем мне только Адьяр понравился. Наш отель понравился. Фомы неверующего базилика. Вот. Апостола Иисуса Христа. Ну, еще несколько мест. А так, чтобы просто центр, мне как-то в Чинае... Стой. Нет, мы стоим. Договорились. Кто стоит первым. Ой-ой-ой-ой. Что он продает, рыбу что ли? Океан же. Сейчас, сейчас. Ну, это первое. Мне нравится, что у меня первое впечатление. Приятно. И вот это все тоже принадлежит Виктория Стейшн. Видите, как здорово. Утро у человека начинается. Пришел, сел на качели. И раскачивается. А вон какое старое здание. Читают газетки. По большей части мужчины. Но девушки тоже есть. Ну, пошли. Вон, зеленый. Нет, уже все. Я вижу, что нет. Время. Уже красный. Иду, иду за тобой. Полов, говорит, Мия. Следуй за мной, говорит. Люди в шлемах. Не нарушают. Все такси в линию выстроились. Большая-большая линия. Ждут посетителей. Обычно таксисты говорят, если в очереди, они не должны отказываться, что не поедут с вами, потому что маленькое расстояние и маленькая прибыль. Хотель Сити Палас. Здесь он тоже однажды останавливался. Очень шумное местечко, говорит. А это большой пост-офис. Большая почта. Нет, не сейчас, не сейчас. Ага, это тростниковый сок. Дипси комиссионеров полиции. Дипси комиссионеров полиции. Ага. В общем, больших... Больших чинов полиции здесь офис. Так он мне объясняет. Мумбайя. Это почта. Да что ж за чудо такое. Бьютифул, да. Это так бьютифул. Ой, посмотрите. Деревца растут. Вы тут не разрушайте. Здания-то англичанами построены. Блэк хаус, да? Да, да. Блэк хаус. Я видел, я встретил одного человека в Єпане, который работал в пост-офисе, и он поставил стамп на литер. И я сказал, как вы пришли в Єпан? Он не сказал мне, но... И тогда он сделал так много денег в Єпане. Он купил большую структуру. Он продал из Єпана до Индии сарей, потому что у Єпанец не используют, но они используют. То есть он был экспортируемый. Ага. От Єпана до Дубаи, потому что Дубаи был позволен привезти. Ага. И тогда мафия привезла сюда. То есть он получил большую деньги. Я сказал ему, как вы получили работу. Он сказал, что мой возраст был меньше, но я нужен денег для семьи. Я решил, что мой возраст был чуть-чуть больше. И тогда я решил, что он... Ты понимаешь? Ты никогда не знаешь будущего, понимаешь? Рассказывает про одного знакомого, которого я встретил в Японии. Он работал здесь. Работал здесь. Штампики ставил на письмах. А когда Саши его уже встретил в Японии, он был хозяином большого здания в Японии. Он купил. Начиная с... С этой работы приподнялся на экспорте Саре. Ну, в общем, был просто хваткий, умный. Мне, говорит, даже пришлось прибавить себе возраста, чтобы меня взяли на работу. У них же документов-то точных-то не было. И, говорит, я сказала, что я старше, чтобы кормить семью и зарабатывать деньги. Ганеша? Ганеша? А, это с Дивали. А в фестивале огней еще висит такой фонарик красивый. Дэйги фудфо. Мы тоже, говорит, сделаем, но не сейчас. Покормим птичек. А вот газеты продают уже с утра. Вот это, наверное, молоко, я думаю. Это пост-офис. Что они делают? Что они делают? Может, это мейл. А, это как почта такая. Ди Челли. Только у них другое название. Ну, вот так отправляются наши посылочки. Ресторант и что-то еще. По всякому случаю, наверху так написано. Ну, вот это уже домики-то пострашнее. Но все равно хозяева домов в центре Бомбея, хозяева апартаментов, квартир, комнат. Это уже успешные, наверное, считаются люди. Да-да. Вот такие игры у ребенка. Ага. В Бомбее не очень хорошо, хорошая ситуация с водой. Ух ты, какой охранник-то. Че ты строишь? Домик строишь? И правильно, надо строить домик. Ну, Саша, че ты помешал строить домик человеку? И это еще не трущобы. Это просто центр. Женщина выставляет. Пуджу делает. К Туласе отнесла. Свечку. А ты куда хотел? Что там? Он говорит, закрыто, сломали. Ну, это вот, собственность принадлежит кому-то. Видимо, опять спорная собственность. Он что-то другое искал, видимо. Это дом твоего друзей? Да, это дом твоего друзей. Он искал дом друга своего, своей молодости, который ему помогал здесь, помогал, помог получить паспорт. Вообще, у них же не было паспортов, вообще ничего не было. А он тоже к мафии принадлежал. У него был гестхаус на третьем этаже этого здания, у того человека. И он мог только передать кому-то что-то. И все делалось. И он Саши тоже сказал, иди туда, тебе сделают паспорт. Сейчас-то у индийцев нет паспортов. У них сейчас вот недавно стали эти Ада-карт всех, всем делать. А паспорт получить это вообще сложно. Ну все, это вот это было место. И они уже его сломали. У него очень много приятных воспоминаний, связанных с этим человеком. Он ему сильно помог. Он ему даже помог жениться. Потому что он сказал, что в Дели сложнее. Я, говорит, тебе организую здесь свадьбу. И вот вначале они поженились здесь со своей первой японской женой. Ему было 24 года, по-моему. Дарлин, первое время вы вы женировали 24 или 23? Я 23. А, 23 года ему было. На японской девушке. Он только 5 дней ее знал. Но он такой честный. Он только познакомится. Почему так много разница? Почему так много разница? Ну, what is her name? Tell me what is her name. My name was Akiyo. Akiyo? Akiyo. Она, говорит, была на 10 месяцев старше меня, Akiyo, но выглядела на 10 лет младше меня. Потому что японочки, они такие, как статуэточки, как бэби. И, говорит, однажды, говорит, нас встретила семья индийская. Почему, говорит, не захватила? Давай, давай. Я приезжаю на пикап. Отовсюду, говорит, бери. Здесь каждой деревни, говорит, бери. И, вот, и женщина сказала ей строго, а твоя мама знает вообще, что ты приехала в Индию? Хотя ей уже было 24 года, этой девочке. Ну, мне один парень, которому я рассказывала, что я пятая жена. И вот рассказывала, как он женился. 5 дней знаком предложение. Со мной он немножко затянул, сделал предложение через 2 недели. И тот парень-то вначале не понял, да, что это он женится и женится, Индус. А когда вот это узнал, эту историю, он говорит, Ира, я понял, он у тебя просто честный. Влюбился, женился. А там разберемся. Война план покажет. Ну, и очень часто, конечно, очень много ресторанов чисто вегетарианских. И очень часто, конечно, естественно, наступало зачарование. Мое, говорит, время 80-90% было вегетарианских ресторанов. Тогда мяса ели мало. Ну, я думаю, еще может быть... Вот это флор, да? Флора, флора фонтейн. Это флора фонтейн. Это не флора фонтейн. Это другой. Это другой фонтейн. Как он на них строго посмотрел, на таксистов-то. Он хочет взять такси, да уже поехать домой душ принимать. А тут какой-то вообще поперек дороги едет. В другую сторону, навстречу всем. Странно. Таксисты какие-то занятые очень. Никто не останавливается. Саши поражаются. Но они и правда занятые. Внутри уже люди сидят. Надо было там брать, на остановке такси. Очень busy city. Очень занятый город. Это город, где делаются деньги. Это город, где фабрика грез, Болливуд. Пошли, да. Тогда на зло маме отморозим уши. Пойдем мы заплатим 20 рупий, да на автобусе доедем. Чем 200 на такси, если еще за 200 и повезут. Кто их знает. Они уж тут, наверное, за 200 и не захотят. А где рикши? Where is the ricksh? Здесь нету рикшей. В центре не разрешают. Через 20 километров по центру там уже можно. Это хорошая идея, говорит. Иначе было очень много трафика. Зато нам было бы удобнее с рикшами. Вон какое дерево волшебное. Ананасы, арбузи растут. Он не свободен. Саши увидел пустое такси. Хотел посреди дороги влезть. Но он уже... Он говорит, это тебе кажется, что я свободен. А я уже занят. Ну, его, значит, вызвали по телефону. И этого спрашивает. Пустое? Да, сюда, сюда. Ага. Спасибо. Даже цену не спросил. Резерв Банков Индия. Это вот библиотеку он ночью показывал. Библиотека. Библиотека. В немецком это все библиотека. Библиотека. Потому что это буквы, алфавита. Библиотека. Говорит, похоже и по-немецки. Ой, сколько кондиционеров-то. Тоже, наверное, отельчик. А что, мне как-то и нравится наш отель. Не знаю. Жалко просто время терять на поиске другого, на переезд. Ну, нашли и нашли. Что ли мы там будем много времени проводить? Нравится, что кровати раздельно. Я вместе не люблю, потому что или он поздно ложится. Нечаянно стукнет меня, там дотронется. Я уже все. У меня сон четкий. А я вообще встаю в 4, там в 3, в 5. Тоже начинаю возиться. Тащу компьютер к себе. Это хорошо, когда мы просто не мешаем друг другу. На раздвинутой кровати. Ну, это, похоже, церковь Святого Андрея, 1815 года. Церкви 203 года. Красавцы. Все выходят посреди дороги. Ну, мы-то сами тоже, конечно, сели посреди дороги. Люди работают здесь. Это вот офисы. Они выскочили и бегом в офис. Мастер-гейт. Это военный райончик. Военные там с ружьями проверяют пропуска. Налево, говорит. Как красиво. Молодцы, англичане. Как красиво здесь построили вот это все. Сколько вложено денег. Ну, такой большой город должен быть помпезный, конечно. Так что у них была столица? У них же столица до 1911 года, по-моему, была Калькутта, а потом стала Дели. Капитал из Индии, первый город Калькутта. Так, ага. Нельзя туда. Ну, все, мы приехали опять к Таджмахал отелю. И тут это очень близко от нашего отельчика. Сколько? Сейчас посмотрим. Сколько он платит. Ой, боже. Я представляю, что я здесь живу. Китна. Я, говорит, ему дал 50. Ага. 50. Ну, он и сказал 50. Я слышала, когда мы садились. Он сказал 50. Ну, нормально, господи. Меньше доллара. Ехали, правда, тоже 2 минуты. И наш отель вот там. Это все ювелирные магазины. Но здесь очень-очень дорогие цены. Потому что все богатые туристы сюда приезжают. Денег они особо не считают, что понравилось. Другом, говорит, кашмирские магазины, а не ягуар, ягуар машина. Они, говорит, делают деньги во всей Индии, но хотят свободы от Индии. Еще один ягуар. Еще один ягуар. Это такси. Ягуар и такси у дорогого отеля. Иду, 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 иду. Раньше, говорит, мы садились снаружи, пили чай. Но это тоже вот колониальный стиль английский. Вот в таком же отельчике мы и жили в Чиная. Моя, люди все еще спят. Да, да. Это наш дом. И это тоже наш дом. И это наше здание. Мы, говорит, живем за Тадж-Махал отелем. Но это потрясающе. Потрясающе. Мне уже очень нравится. Я даже и не буду его, если он сам, конечно, не вздумает. Да, да. Я только сейчас говорю о том. Я уже стою здесь. Я люблю этот дом. Окон нет. Но я сегодня ночью и не замерзла, и не вспотела. Настолько все было идеально. Спала отлично. А когда окон нет, так и шума нет. Из окон-то. Правда? Я, говорит, заплачу сейчас онлайн. Вот здесь тоже комнаты. Я сейчас покажу, чем заканчивается наш этаж. Все. Вот комната 116-я. Вот у них тоже раковина в туалет. И все. Практически для нас одних только два туалета. Только они... А не Ава Бетт Бетвин. Между нашими кроватями свет. Вот. На пока... На короткое время я с вами прощаюсь. Сейчас я это утреннее видео. Мое первое впечатление. Я все это сохраню в компьютере, потом смонтирую. Вот. Всем счастья, здоровья, удачи, любви, благополучия. О гармонии в душе. Вот. Хороших путешествий. И всего самого наилучшего. Приятного аппетита, кто завтракает с нами. Все. Пока. Оставайтесь с нами. Ставьте лайки. Не забывайте. Некоторые пишут, что мы так засмотрели, что забываем ставить лайки. Я первым делом захожу на любой канал, который я знаю. Который я знаю, что мне точно понравится. Я ставлю лайк. А потом уже загрузится, не загрузится. Так что ставьте лайки. Мне будет приятно. Пока.